Всем привет, мои дорогие друзья! Простите, что я пропала на несколько дней. Я не выставляла никаких видео по той причине, что перед тем, как делать колоноскопию, перед чисткой точнее, утром у меня сломался телефон. Он упал экраном вниз, треснул, не включался, был черный экран с какими-то зелеными полосочками. Я не могла связаться с Женей, с моей подружкой, которая здесь находится, сейчас рядом со мной. Всем привет! И мне нужно было связаться с Женей, чтобы она приехала в этот же день ко мне, во время того, как я принимала Фортранс, чистила свой кишечник. И на следующий день мы поехали на процедуру в JP Hospital, который находится в Ноиде, в Дели. Вы не представляете, в каком я была состоянии, когда я знала, что у меня завтра такая процедура под наркозом, у меня предстоит чистка, и плюс у меня сломался телефон. И я ходила тут везде, спрашивала, через кого можно позвонить Жене, чтобы моя мама написала Жене. Короче, это было очень всё трудно, тяжко, но мы это сделали, и Женя вечером пришла ко мне. И также мне дали телефон, чисто для связи, для индийских звонков, чтобы я могла звонить на индийские номера. На следующий день мы с Женей поехали в клинику, и сейчас Женя расскажет, как это всё было, как это всё проходило. Она находилась всегда рядом со мной, даже во время процедуры ей разрешили зайти в кабинет и посмотреть лично всё на экранчике, что происходило с моим кишечником. Сейчас Женя всё расскажет, и я вставлю видео, вы обязательно посмотрите видео с больницы. Друзья, всем привет! Я живу в Индии, в Дели, и так как мы все, девчонки русские, здесь между собой дружим, помогаем друг другу, обязательно, конечно, я пришла к Саше на помощь, и как я могу вообще отказать подруге, так мы всё-таки должны помогать друг другу. Поэтому это нормально. Вот, может быть, и мне когда-нибудь понадобится её помощь. Обязательно. Поэтому, да, это мы справляем всё. Я приехала к Сашульке, мы поехали в GP Hospital, очень хороший хоспитал, там работают одни профессионалы, сразу видно специалисты все, и клиника очень чистая, и стоит... Стоит... Как аэропорт выглядит, клиника, и цены, конечно, заоблачные. Стоит тоже очень дорого всё. Вот, ну, главное, что всё специалисты, и это самое главное, потому что на здоровье нельзя экономить. Да. Лучше уже попасть к специалистам, и прошу себя проверить. Мы приехали, Саше сказали подождать анестезиолога, мы ждали час, анестезиолог пришёл, вопросы спросил, что вы кушали, не кушали, сделали ли вы чистку, до этого всего. Пилали какие-то препараты. Да, какие препараты, какие-то, какие вы пьёте вообще таблетки обычно, если какие-то у вас там болезни, отклонения. Ну, вообще болезни. Потом мне дали одежду, огромные штаны, как пижама, и рубашка. Я её вообще неправильно завязала, тут были две такие полосочки, я завязала это сверху, а внизу у нас всё было расстёгнуто, я думаю, ну нету, значит, пуговиц. Ну, вот такая вот индийская одежда в хоспиталях, но на самом деле я неправильно завязала, нужно было крест-накрест, они мне там помогли, всё, я переоделась. А сейчас посмотрите маленький кусочек видео, как проходила подготовка колоноскопии. Приехала Сашулька в больницу, и я вместе с ней, как группа поддержки. Спасибо тебе. Вот так вот выглядит наша палата. Просто шторки сниму чуть-чуть. Так это всё выглядит. После процедур её сюда привезут, и она будет отходить от наркоза. Больница очень хорошая, красивая, чистенькая, очень дорогая, да. JP Hospital, да? Вот так вот. Так, и потом, в общем, Сашу забрали в отдельную комнату, уже повезли. Вот. И мне сказали сидеть в коридоре ждать. Кровать на колёсах, меня повезли. Я такая лежу с этим катетером в Вене, и мне говорят, поворачивайся на левую сторону, и передо мной был этот аппарат с экраном. Я поворачиваюсь на левую сторону, мне говорят, подвинуться чуть-чуть дальше, я повернулась, и начинают мне сюда трубку для дыхания, потом здесь всякие тоже трубки, смотрят, как сердце у меня работает, сколько там битов, да, в минуту. И начали вводить мне препарат в катетер, говорят, сейчас будет немножко больно, и у меня прям в руке была такая, конечно же, жгучая боль. И потом... Мне сразу стало так хорошо, вообще... Я тогда... Я такая вообще сразу начала улетать. Я так понимала, что я сейчас буду засыпать, и мне не было вообще страшно, абсолютно. Мне ничего не болело, всё было абсолютно нормально. И я положила себе подушечку поудобнее, думаю, сейчас... Вижу уже доктора, потом вижу два доктора, три доктора. Это, оказывается, один доктор. Короче, у меня всё поплыло, потом опять нормально, потом в итоге заснуло. Нам сказали, что процедура будет длиться 25 минут. Я сидела, ждала Сашу в коридоре, и спустя 10 минут меня позвали к ним в палату, там, где проходила сама процедура. И доктор начал спрашивать у меня, скажите, пожалуйста, кто вам вообще сказал делать колоноскопию? То есть Саша сказал доктор, так как у него были боли сильные. Вот. И он сказал, но я здесь ничего не нахожу, вообще никаких проблем. Вот, посмотрите на экран, вот, смотрите, нет ни полипов, ни язв, ничего, никаких патологий. Вот. Меня позвали специально для того, чтобы... Ну, я как свидетель, для того, чтобы я видела, что ничего нет. Что все хорошо. Да, что все хорошо, и чтобы потом не приписали там ей, что там есть, там что-то удаляли, полип или еще что-то. Вот. И поэтому я была в их свидетели. Да. Я колоноскопию вообще не ощущала, я спала, я не помню, мне что-то снилось или нет, по-моему, нет. И потом я уже просыпаюсь в отдельной такой палате. Это даже не палаты, это такие, как сказать, отделенные шторками, просто стоят в кровати, как в холле, там же ресепшн, и стоят в кровати, отделенные шторками. И когда надо, они привозят туда пациентов. Но это не такое, это не после мега, там, каких-то тяжелых операций, это такие легенькие, там, не знаю, ну, зон глотать, хотя там после зон не надо лежать, после гастроскопии я имею в виду. В общем, какие-то такие обследования под легким, да, наркозом, там люди отходят от этого. И меня туда привезли, там я уже открываю глаза, я сразу открыла глаза, к меня привезли. Да, тебя вот так завозили, и ты уже что-то там говоришь, убавишь. И открыла глаза, да. Да. сразу, наркоз сразу отходишь. Да, но это не наркоз, это глубокий сон был. Я просыпаюсь, я говорю, Женя, сними видео, и вы сейчас посмотрите, я вставлю это видео. Никаких болей я не чувствовала, только немножко в правом плече, потому что по вене, что мне кололи? Глюкозу? Глюкозу, да. Мне кололи глюкозу, вот, поэтому у меня был такой небольшой, как, ну, дискомфорт, какая-то такая боль вот в плече, из-за того, что-то, да-да-да, капельница, поэтому. А так, кишечник у меня ничего, вообще не болело, живот не болел, там, сердце, всё было, слава богу, хорошо, и я быстро пришла в себя, и мне даже спать не хотелось, я выспалась. Я вообще, вот, просто заснула и сразу проснулась, реально, вот, такие вот профессионалы, и, между прочим, Фор Транс, для очистки кишечника, я пила всего один литр вечером, и один литр утром. У нас же в Украине, в России, я знаю, пьют по 3 литра вечером, а утром могут назначить ещё клизму, вот, поэтому здесь это вообще было идеально. Правда, опять же скажу, когда я тут была без связи, когда я ждала, когда Женя придёт, я ещё съехала с темы, но расскажу, и я пила этот Фор Транс, я думала, он у меня выйдет назад, честно, я начала уже, как бы, рвать, и это было очень страшно, потому что я одна, но потом я открыла балкон, подышала, и уже там вот столичка не допила, это роли особо не сыграло. Сейчас посмотрите видео о том, как я приходила в себя. Детка, привезли её после наркоза, саша попросила, чтобы я её снимала. Намасте, а богодача. Всё прошло, всё прошло очень быстро, 25 минут, процедура длилась. Как после наркозы. Я чувствую очень хорошо. Только болит у меня. Всё пошло, всё хорошо, сказали никаких вообще проблем. Болит здесь? Будем дальше общаться с докторами, спрашивать, в чём тогда вообще проблема. Не надо, не поворачивайся. Лежи. Хочешь, поспи ещё. Поспи, давайте, не буду снимать, поспи. Мы подождём тебя, хорошо? Вы покушали? Нет. Мы же два группа поддержки, без тебя. Вы покушали? Нет. 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 Вот после всего этого нам ей сказали ещё отдыхать час. Всё, вот. Мы ещё сидели с Сашей вместе. Общались. Саша, да, нормально себя чувствовал вообще вполне. В принципе, Саша уже была готова через 5-10 минут уже встать и поехать домой. Просто, как нам сказали, час ещё ждать. Вот. Мы общались, сидели. и доктор пришёл и сказал, что всё нормально и вам нужно искать другие причины, почему боли. Может быть, это спина, может быть, это что-то связано с гинекологией. Но кишечник чист, всё хорошо, всё нормально. Всё, там снимки есть, заключения, фотографии, поэтому... Я сейчас прикреплю фотографии, вы посмотрите. Потом мы собрались, поехали домой. У меня была небольшая слабость, но, опять же, скажу, не такая, как в Украине. Когда я делала эрикоскопию, я просто пила очень много фортранса и я чувствовала себя гораздо хуже, чем здесь, чем в Индии. Участь, что я день до этого ничего не ела и чистила кишечник, я себя чувствовала вполне ещё нормально. Мы заказали такси, поехали домой и кушать не разрешили только через... Сколько? Я не помню. Два часа. Через два часа, да. И мне так хотелось пить, вы не представляете. У меня такое было обезвоживание. Я полоскала сначала рот, потом уже по чуть-чуть начала пить воду, чай, да, потом я чай попила и потом Женя приготовила мега-мега вкусный суп. Это было очень вкусно. Такое на... Как? На бульоне, да. Да-да-да. На мясном бульоне очень вкусно. И теперь сама готовлю такой суп. Если вам интересно, как-нибудь я оставлю рецепт. Он простой, но он реально вкусный. Вот. И может быть мы с Женей как-то приготовим вам на видео. Покажем. Вот. Потом мы просто с Женей отрубились, мы устали. Женя ночевала у меня, как моя группа поддержки. Утром я встала, покушала, как бы всё вроде ничего, но небольшие колики были в животе, дискомфорт, потому что была голодная. Потом еда начала поступать и такое... Чуть-чуть непривычно было к кишечнику моему. Вот. И чуть-чуть болел желудок. Но, опять же, это всё без сильных болей, такое чуть-чуть дискомфорт. И потом мы поехали с Женей. На следующий же день катались на скутерах. Я сейчас тоже приложу видео. Женя, расскажи историю скутера. Саша учила меня водить скутер. Который сглал два месяца. Два месяца. И мы думали, заведётся он или не заведётся. И Женин муж был... Мой муж сейчас в Украине. И так как он ничего не может сделать, сказать, не бери ничего, мы взяли уже всё. Я приехала в стол. Мы говорили. И он говорил тебе, не бери, не бери. Женя, не надо. Ты что? Ты что? Но в итоге Женя не послушала. Но ничего, слава богу, плохого не было. Женя очень круто каталась. Это ты первый или второй раз? Какой? Ну, да. Первый, второй раз. Вообще мало если до этого каталась. Но очень классно. Очень быстро. Мы выехали к темплу, в общем. И так как газ, тормоз, газ, тормоз. Ещё так резко газанула, что забыла за тормоз. И повернула. И первый был стол. Да. А ещё рядом стояли парни, которые продавали фрукты. Фрукты, овощи. Да. Они все разбегались. Они подумали, что сейчас арбузы. Несу нафиг арбузы все. Да, но они потом нам чуть-чуть помогли отвезти немножко скутер. Ну, вообще прикольно. Мне понравилось. Ну, страшно. Такой адреналинчик был, поэтому... Да, только потом Жене что-то со скутером случилось, и он как-то шелестел немножко там переднее колесо. В итоге мы покатались, мы выехали на дорогу, где все учатся кататься. Это рядом с Lexity Walk. это на Сакете. Да. На Сакете. Рядом в городе там суд. Что? Погнали на финишный прямой путь. Вот, вот так надо кататься. Вот. Черт, как ты. Вот она. Микки, мы с тобой. Кого ты че? В следующий день мы пошли, здесь, значит, аркули, у меня, починили мне телефон всего за полчаса, сколько, 4 тысячи рупий, да, где-то заплатили, мне поменяли дисплей, поменяли, но, слава богу, это всё наладилось, и я могла связываться и с мамой, и со всеми. Так я через один телефон только могла звонить. Вот, поэтому жизнь постепенно начала в тот момент налаживаться, ничего у меня плохого не нашли после колоноскопии, телефон починили, видео сейчас для вас сняла, на байках покатались, что ещё нужно во время локдауна. Короче, всё хорошо. И ещё, друзья, хочу вам сказать насчёт медицины. Здесь в Индии очень хорошая медицина, очень хорошие специалисты, правда, на самом деле очень хорошее лекарство, и я здесь вылечила свою маму, у неё были проблемы с суставами, она приезжала сюда, и мы нашли очень хорошего специалиста, и сейчас она у меня пляшет, бегает, веселится. Раньше очень были сильные боли в кистях и в стопах, это были очень страшные боли, она по ночам плакала, в данный момент она вообще себя чувствует шикарно. Ну, конечно, надо быть всегда на таблетках, но всё же это не плакать каждую ночь. А украинские таблетки мне помогали? Нет, вообще ничего не помогало. Ей говорили, что уколы, уколы, там укол один стол чуть ли не 800 гривен, эти уколы каждую неделю, в общем, это было мучение, я не помогала ничего. Вот в Индии помогли. Это таблетки на травах она пьёт или какие-то... Нет, таблетки прям такие сильные, не аюрведа, нет, но они очень хорошие, и украинские доктора, они в восторге сказали, вам очень повезло, что вы нашли эти лекарства, потому что в Украине эти лекарства не достать. Вот, это отлично. Так что у кого есть возможность, обязательно приезжайте лечиться в Индию. Я, сколько уже туда, тоже была в клиниках, мне вылечили и почки мои, я вам уже рассказывала, когда у меня была инфекция. Потому что в Украине мне бы их не вылечили сразу. Я как-то простудила почки после клипа одного, я в купальнике в совместном бежала зимой, где-то 3 января, и было очень холодно, я простудила почки, они у меня болели. В итоге я пролежала в клинике 2 дня, они мне просто проверили, сказали, ну да, простудила, а так всё, в принципе, нормально. Ничего мне не назначили. Они сказали, езжайте домой, мы вам позвоним. Так и позвонили. Вот, поэтому я их не вылечила, они у меня сами прошли. Я пила просто горячие там чаи и всё такое. Поэтому кишечник, то же самое история. Я пила много лет таблетки от раздражения кишечника, в итоге у меня этого диагноза нет. Поэтому вот такая вот медицина в Украине. У нас есть, я думаю, хорошие врачи, хорошие тоже клиники в наших странах, в России, в Украине, но, ну прям очень мало. Очень мало и очень дорого. Да, это будет или столица, или область, но... Да, да. Потому что в Харькове я уже обошла всех просто врачей, все клиники. Уже и в Киев поехала к профессору. Там мне сделали тоже самое нужное обследование. Поэтому, если в Киеве вы тоже хотите к профессору, я вам посоветую одну клинику, если у кого-то есть какие-то проблемы с пищеварительным трактом. Так что по поводу медицины в Индии вы поняли. Спасибо большое, что смотрели нас. Если есть возможность, приезжайте сюда. Не только лечиться, но и просто круто проводить время. Индия прекрасная страна. Женя уже сколько живет в Индии? Шесть лет. Шесть лет, вот, видите. И довольна. Так что не надо мне там писать в комментариях, что какая Индия грязная, уезжай домой. Ой, нет, я себя чувствую тут счастливой. И очень многие себя тут чувствуют так. Поэтому тоже приезжайте. И так что спасибо большое, что смотрели нас. Спасибо всем, что вы смотрите Сашульку, что вы переживаете за неё там. Подписывайтесь на неё. Смотрите её танцы. Да, мы с Женей же тоже танцевали. Вы видели это видео уже в Ютубе. Я выставляла в Банджабе. Кстати, очень многим нравится этот стиль. Так что мы будем ещё для вас снимать. И будем ещё снимать наш стрейчинг. Мы хотим растянуться с Женей до флажка. Спасибо, что смотрели. Это мы увидели ящерицу. Я увидела. Что-то чёрное полезло. Я думаю, это оно. Сейчас я пойду на поиски. Вот, короче, куда-то сюда надо. Куда мы могли убежать? Как я не люблю эту всю живность. Открываю. Вообще, это прям тяжело для меня. Видите, я всё везде поубирала. В холодильнике. Я ещё думала мясо приготовить. Возможно. Овощи, печенька. Печенька уже не до меня. Ой, не, не печенька, а вот эту штуку. Мы купили недавно. Вы могли такие кокосовые, видите, штучки? Да, я тоже купила. На, угощайся. Кокосики. Тебе понравилось? Да, вкусные. Просто учись, сколько я лез... Да, я их ем вот по три штучки, по пять. Чай, ну вот это. Угощай? Да. Я хочу. Разделаем чай. Попьём. У нас у нас три разных чая. Чёрных или какие-то? Жасмин, корица с яблоком, лимон с водом. А я хочу купить себе молоко на днях. Что, чай, молоко или что? Просто молоко. И молоко не пила много лет. Знаешь, она говорит, а я молоко себе куплю. Это вообще никто не покупает, никогда молоко тут. А я куплю. Так, делаем чай. Так, делаем чай.